МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 9.5. Супер новости телевизионного агентства Урала в студии Накин Шеремец. Сегодня на редкость насыщенный и интересный день получился. Правда, не для всех сегодня в программе. Сегодня в сети мелькнули шокирующие кадры с камер уличного наблюдения в Серове, на которых молодая водительница, не заметив мать и дочь, на пешеходном переходе сбивает женщину и переезжает трехлетнюю девочку. На Уралмаши спасатель-эльфинист на веревке пытался спуститься в квартиру, в которой больная старушка с дочкой почти месяц никому не открывали дверь, даже газовикам. Дама пшикнула на него лаком для волос, не подпуская к окну. В Первоуральске в травмпункте женщина снимала на мобилу мать родную, которая на карачках ползла по ступенькам. Все подумали, какая бездушная дочка, но та оказалась вполне продуманной дамой. Анюта, модная 18-летняя камерская девица, прославившаяся тем, что заказала своего любовника, который отказал ей материальной помощи, взялась за старое и снова ищет киллера. Сегодня в 9.30 утра на площади труда в центре Екатеринбурга в рабочее время бездельничали толпы чиновников, когда они пришли на работу и включили компьютеры. Их ожидало электронное послание с угрозой взорвать здание. Президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов на встрече с журналистами поведал много интересных вещей, в том числе об отношениях с мэром города и о судьбе недавно приговоренного Евгения Маленкина. Пятилетняя Яна из Ревды в видеообращении к Путину попросила у главы государства квартиру для себя и мамы, а школьник Кирилл из поселка Визим пригласил его в свою киностудию. Ну а теперь обо всем этом и многом другом в нашей программе подробнее детали. В первую очередь жуткие видеокадры из Серова. 28-летняя автопилотка, нарушив правила, снесла женщину и буквально намотала на колеса ее трехлетнюю дочь. В Серове 28-летняя женщина за рулем Хёнда и Лантра, совершая левый поворот, не заметила пешеходов. Сбила 37-летнюю мать, а ее трехлетнюю дочь переехал. Ужасное происшествие попало в объектив уличной камеры наблюдения, установленной на фасаде дома. 7 часов 45 минут. На пересечении улицы полночарского Карломаркса в районе Серове произошло дорожный транспортное происшествие. Водитель автомобиля, женщина, имеющаяся в нашем управлении 3 года, при проезде на разрешающий сигнал светофора, при повороте налево, не предоставила преимущества движения матери с ребенком, девочкой 2011 года рождения, переходящего в проезжую часть, от пешеходного перехода. В результате наезда ребенок с матерью воспитализировано. К счастью, травмы матери и ребенка, выявленные в ходе медицинского обследования, оказались не такими страшными, как можно было бы предположить, глядя на момент аварии. У женщины диагностировали сотрясение мозга, у девочки плюсом к сотрясению, ушиб мягких тканей лица, коленей и голеней. Только ушиб, даже не перелом. Правда, ребенок перенес так называемый острый ситуационный невроз, попросту сильнейший испуг, который без грамотной реабилитации может отразиться на психике. Виновница ДТП получила водительские права 2,5 года назад и зарекомендовала себя законопослушным водителем всего один протокол об НПДД. Причина наезда на пешеходах послужила то, что водители попали в мертвую зону. Обращаясь к водителям, хочу в очередной раз обратить внимание, что при пресечении пешеходных переходов следует заблаговременно убедиться в отсутствии приближающихся пешеходов, соблюдать дополнительные меры предосторожности, и во все возможные меры для того, что здесь бежать должен быть в мертвую зону. Первоуральске областная прокуратура начала проверку травмпункта на предмет исполнения законодательства в сфере здравоохранения, в частности, проверят доступность получения медуслуг. А вызвана прокурорская проверка вот этим шокирующим видео, появившимся в сети. На картинке 69-летняя, как Великая Победа, пока тоже 69-летняя Людмила Николаева вынуждена на корячках ползти на второй этаж к травматологу. Причин для этого две. Во-первых, три недели назад ветеран труда, почетный донор и просто пожилая пенсионерка Людмила Николаева поскользнулась на льду и сломала лодыжку, что в 69 лет очень грустно, ибо косточки в таком возрасте ломаются легко, а срастаются долго. Ей сделали операцию и вставили в ногу металлическую пластину. И вот Людмила Николаева пришла в травмпункт, чтобы, значит, врач обработал шов, посмотрел снимок, ну, в общем, заценил, как ножка срастается. На первом этаже сломанную пенсионерку никто не принял. Отправили на второй этаж к травматологу. И вот тут мы переходим ко второй причине устрашающих поползновений. Лифт в травмпункте теоретически как бы есть, но он сломался. И поэтому пожилой женщине пришлось на коленях ползти на второй этаж. Вроде с одной стороны шок, на дворе светлая седмица. Сердца людей обязаны переполняться любовью, светом и добром. А в первоуральском травмпункте повсеместное безразличие. Врачам на пожилую пациентку пофиг. Мимо проходят прямоходящие, по виду вполне здоровенькие, во всяком случае на ногах, но никто ползущей бабуле не поможет. Это что за такое место? Может быть это ад и там обитель чертей? Прокуратура реально должна проверить, в чем причина такой бесчеловечности. Но больше всего в этом видео пугает жизненная позиция оператора, запечатлевшего в светлую седмицу женщину на коленях. Если не знать, кто снимает, то со стороны может показаться, что это самая конченая тварь из всех представленных для критики. Но, дескать, человек снимает на видео и тем самым как бы обличает бездушие и врачей, и проходящих мимо людей. Типа, а сам-то что сделал? Сам-то что не помог женщине? Это же чай не блокадный Ленинград, где военные кинохроникеры снимали умирающих на улицах людей, снимали на камеру и не помогали им. Да, не помогали, потому что уже не могли им ничем помочь. Но здесь-то принципиально иная ситуация. Отбрось ты свою мобилу, не осуждая ближнего, прохожего, не высматривай его, сучок, возьмись за свое дерево. Подними женщину, помоги доскакать до врача на одной ножке. Ну так ведь должен поступить любой нормальный человек. Но все эти рассуждения имеют смысл до того момента, когда узнаешь, кто это видео снял. Оказывается, это не случайный пешеход, запечатлевший приколюху, типа «О, бабка ползет, сейчас в интернет выложу, пусть поржут». Нет, сняла это пугающее, чудовищнейшей бездуховностью видео дочка ползущей Людмилы Николаевой. И вот тут у видеокартинки появляются новые смыслы. Декорация такая. Сломанная, но не сломленная пенсионерка пришла в травмпункт с дочерью. И надо полагать, она всю дорогу не ползла на корячках, а держалась за дочь. Безусловно, и на второй этаж дочура могла бы помочь матушке подняться вот без этого экстрима ногами. Ну и пенсионерку, и ее дочку разозлила докторская хладность. Лифт не работает, на пациентку всем плевать. Ползи как хочешь. И видимо с целью как-то разворошить этот муравейник, мама с дочкой и затеяли это видео. Потому как от такого видео значительно больше пользы, чем просто от разовой поддержки ползущей женщины. Дилемма ведь какая? Проявил сердечность? Помог человеку? А пугающего видео нет. И все остается по-прежнему. Ну а так женщина несколько ступенек проползла. Кстати, не она первая, не она последняя. В этом травмпункте говорят, это обычное дело. И глядишь, народ в интернете активизировался, и прокуратура засуетилась. А в самом травмпункте вообще пообещали даже лифт починить. Прикиньте, правда к 70-летию Великой Победы, то есть через три недели. Но починить? Однако думается, если областная прокуратура проведет свою проверку по всей строгости закона, то лифт заработает значительно раньше. Ну непосредственно на Светлой Седмице. В Екатеринбурге, в обычной уралмашевской пятиэтажке на Республиканской 3, на ровном месте, в ситуации, когда ничто не предвещало, разыгралась лютая сага из цикла «Битва за газ», невольно напомнившая об украинской теме. Ну, типа там, на Украине, все же так или иначе вокруг газа крутится. Тут из-за газа был и штурм квартиры через окно, и газовая атака обороняющихся. И силовое взламывание дверей, и отключение жилища от газа, и исход соседей из газового рабства. В общем, на ровном месте вырисовалась потрясающая по накалу страстей драма с участием полицейских, спасателей, газовиков, коммунальщиков и сторонних зевак. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Своими корнями эта сага уходит в 25 марта текущего года, в день, когда газовики планово проверяли в этой пятиэтажке газовое оборудование. Об этом на подъездной двери было русским по белому написано. 25 марта всем сидеть дома. Камнем преткновения стала девятая квартира на третьем этаже, где прописана 75-летняя неходячая бабуля Галина Ядрышникова. Ее долг по коммуналке перевалил за 300 тысяч, и ее давно уже отключили от электричества. Казалось бы, за газ она и ее дочка Алена, наследница, читая претендентка на данную квартиру, должны были цепляться всеми имеющимися зубами и когтями. Ибо без электричества, да еще и без газа, это же пещерная жизнь. Однако нет. Газовиков они 25 марта не пустили. Каждая по своей причине. Мать неходячая, дочь, мягко говоря, странная. Значит, вот 25 марта у нас в доме проводился осмотр газового оборудования. Вот. В квартиру 9 попасть не смогли, там проживает одинокая женщина, пожилая уже довольно-таки, да, 75 лет. Вот. Она лежит в большой комнате, сама открыть не может, а дочка ее, она виделась со мной здесь на улице, но сказала, никому открывать не собирается, пусть весь дом сидит без газа. Все. Поэтому это была просто необходимость. Почему она не хочет открывать? Я не могу озвучивать это. Ну какая-то карма для всего дома. У нее что-то с головой. Тогда, 25 марта, газовая проверка закончилась проблемкой для соседей. Поскольку 9-я квартира осталась необследованной газовиками, поскольку во избежание вероятного газового взрыва пришлось обезгазить весь стояк. То есть, с 25 марта остались сидеть без газа еще 4 соседские квартиры, над и под 9-й. И их хозяев это очень сильно расстроило. Они обратились в ЖУ-7 к своему участковому Сергею Бабикову. Типа, ну помогите уже. Конечно, жратву можно и на электроплитке, и в микроволновке изготовить, но все равно без газа некомфортно. Жилищные эксплуатационщики обратились с нижайшей просьбой к Орджинькидзовскому районному прокурору Иосифу Минееву, чтобы он, значит, разрешил силой вскрыть 9-ю квартиру и пробраться газовикам к заветной газовой плите. Сейчас приедет газовая служба, они посмотрят газовое оборудование, если все в порядке, запустят газ по стояку, если обнаружат утечку или какие-то неисправности, поставят на этот дом заглушку. На квартиру или на... На квартиру. На квартиру. И стояк все равно запустят. Прокурор разрешение подписал. И вот случился час икс. В одном месте, в одно время собрались все заинтересованные стороны. Полицейские, спасатели-совы с разрушительным инструментарием, газовики и эксплуатационщики. Или к вам сейчас через окно залез, там открывает дверь. Вы понимаете, что вы ваши денежные средства будете вкладывать в эту дверь? Лучше так сделать, чтобы вы открыли, посмотрели, и на этом все закончилось. Вам оставляли предписание. У вас на двери было, в одной двери в подъезд было предписание, что в такой период времени будет проверка газа. Как незаконно? Есть разрешение с прокуратуры Рыжиникизовского района, которое гласит, что дверь можно нам скрыть. Поскольку сама 75-летняя хозяйка квартиры Галина Ядрышникова в силу возраста и недуга свое отношение к ситуации по газу не высказывала, поскольку основные переговоры силовикам пришлось вести с ее дочерью Аленой, морально поддерживаемой своей дочкой. Короче, за железной дверью забаррикадировались женщины с трех веток генеалогического растения Ядрышниковых. Сотрудники совы, сотрудники полиции, жилконтора тут находится. Газовая служба. Вы дверь будете открывать или вскрываем? Алена заняла твердую жизненную позицию, потому спасатели совы получили команду вскрывать хату. Поначалу решили пойти легким путем, через окно. Не, совинцам и железную дверь снести нет проблем. Просто через окно и быстрее, и не так деструктивно. С четвертого этажа спасатели вывесили альпинистскую веревку, и один из них пошел брать штурмом окно. Двери откройте хотя бы, чтобы окно не ломали. Открывайте! Девушка, открывайте! Однако Алена и ее дочь хорошо подготовились по газовой тематике и устроили настоящую газовую атаку. Высилить вы! Миша, выхвати баллон. Миша, выхвати баллон. Поднимайся! Смотри, она чем тебя качала? Так, баллончиком там. То ли лак для волос, то ли что. Не, ну теоретически спасатель, конечно, мог снести стекло с ноги и грубо вторгнуться в обитель трех женщин. Но это было бы слишком. Ну, чай, не война. Ведь на кону стоит, по сути, ерунда. Всего лишь затащить в адрес хотя бы одного газовика, чтобы тот осмотрел плиту, шланг и трубу. И все! Короче, через окно не получилось. Пошли спасатели на штурм традиционно, через металлическую дверь. Контрольное последнее китайское предупреждение – все тщетно. Руки убереги. А вас предупреждали? Две минуты подождать. Две минуты, час назад прошло. Пойдемте. Добрый день. Алена оказалась не только странной, упертой, но и в шортиках. А еще очень продуманной. Вот тогда, 25 марта, было вообще непонятно, почему она не пустила газовиков. Все подумали, ну странная, с головой не дружит. Несла какую-то ахинею про какую-то карму. А оказалось, что Алена не пускала газовиков, потому что недавно поставила матушке новую газовую плиту. И поставила ее палевно. То есть устанавливали ее не гургазовские специалисты, а не пойми кто. Потому что у вас нет документов, на кто выскричил газовую плиту. Алена, сообщите бабушку, чтобы они вас видели, помогите ей одеться, чтобы она тоже вышла. Короче, здесь такая ситуация, смотри. Стояла старая Акарпата. Сейчас. Установлена новая оборочная техника. Я говорю, сможете обратиться к прокуратуре. Индизит. Мы хотим удостовериться, если нам дадут документы, что это установлено, квалифицировано газовой службой, тогда мы будем проверять. Если нет документов, что это установлено, квалифицировано газовой службой, мы должны отключить. А в установке у газовика, у газа... У вас домушка оделась? Где? Где, покажите, пожалуйста. Здесь девятый год. В смысле девятый? В течение девятый проверено плита. У вас стояла Карпата тогда. У нас карта все числится. А, это девятый год. Сейчас? Тогда он расписался, значит, на моем этом... В документе конкретно, потому что... В итоге Алена так и не смогла показать бумажку с подписью настоящего газовика. Что-то юлила, хитрила, и всем все стало понятно. Если бы она тогда, 25 марта, пустила газовиков, то хатку отключили бы от газа в тот же день. А так она и себе, и матушке выцегонила целых 23 дня жизни с газом. Как это напоминает бедную Украину. По концовке газовики, девятую квартиру, обезгазили, а соседям сверху и снизу газ наконец-то дали. Вот такой у этой саги хэппи-энд-арфин. Так что, что установлена заглушка, и там... Ну, то есть, если вам сейчас скажут... Что и не нужно, по какой причине... А у нас тоже будет так. Нужно будет указать причину... Сколько желающих было расписаться? И меня запишите, и меня. Ну, все, я вас жду на улице. Хорошо, хорошо. На железнодорожной станции Сесерть, точнее, на тамошнем переезде, КАМАЗ-самосвал умудрился завалить шлагбаум и скрыться с места ДТП. Можно, конечно, предполагать, что КАМАЗИС просто не заметил шлагбаумного облома, ибо грузовик зацепил дальний шлагбаум самым-самым краешком кузова. Но это, конечно, ни в коей мере не умаляет его заслуг в деле разрушения улично-дорожной сети. Ведь если бы он не мчал на красный поперек падающего шлагбаума, то не обломил бы его. А так, как сообщили в областной ГАИ, налицо и нарушение правил движения через железнодорожные пути, штраф 1000, и проезд на красный, еще 1000. Ну и, конечно, факт ДТП тоже налицо. Ибо облом шлагбаума КАМАЗом это и дорожное, и транспортное, и происшествие. А за оставление места ДТП можно и права на стол положить. Понятно, что ГАИшники, отсмотрев это видео, усмотрели госномера и косячного КАМАЗиста вычислили. Его пригласили в ГАИ для дачи объяснений и, как сказали в госавтоинспекции, в ближайшее время по его действиям будет принято процессуальное решение, о чем ГАИ проинформируют дополнительно. Неожиданно. Ждем. Сусть очень незначительный промежуток времени в нашей программе. Под Режом на горячих источниках в санатории едва не случилась трагедия. Почти уж совсем утонул в этих самых горячих ключах 7-летний мальчик, но и успел спасти 12-летний пацан. А между тем, Анюта модная. Сейчас она, правда, себя позиционирует как Анюта, узко как у девочки. Но в свое время прогремевшая на всю страну, тупая, как пробка грудастая блондинка взялась за старое. Во-первых, она ищет через интернет новых любовников. А во-вторых, это самое главное, вновь и опять ищет киллера, для того, чтобы наконец-таки добить старого недобитого любовника. С киллером Анюта собирается расплачиваться натурой. И, судя по всему, эта музыка будет вечной. Анюту не могут посадить, потому что Анюта, узко как у девочки, молодая мать. Ну и многое другое в нашей программе. Десят. Бреже в бассейне на горячих источниках Баден-Баден едва не утонул семилетний Женя, второклассник из Арамильской школы. Малыш захлебнулся и пошел ко дну. И быть бы беде, если бы не пятиклассник Максим Акулов, случайно наткнувшийся на малыша под водой. Двенадцатилетний мальчишка не растерялся, нырнул и вытащил Женю. Малыш был без сознания, его не без труда привели в чувства. Медик горячих источников осмотрел мальчика, укрыл теплым одеялом и решил, что все в порядке. Но у Жени начались судороги и тогда вызвали врачей скорой. Есть сведения, что малыш два дня провел в больнице, потом его из клиники забрала бабушка, воспитывающая внука. Второклассник вернулся в школу. Но мама Максима Акулова, добрая женщина, продолжает бить тревогу. Все молчат, словно ничего не произошло, возмущается Ирина Акулова. Бабушка Жени мягкий человек. Она полагает, что жив ребенок и слава богу. А ведь мальчик тонул, и у него было кислородное голодание. А значит, нужно его срочно обследовать на МРТ, полагает женщина. И добавляет, что Женина бабушка записала внука на процедуру, но только на конец мая. А время уходит. Кстати, со времени того купания на горячих источниках прошло уже две недели. В тот день, 2 апреля, 20 школьников из разных классов 3-й аромельской школы в сопровождении трех учителей ездили купаться в Баден-Баден. Предполагалось, что малыши начальных классов будут плескаться в жилетах и на рукавниках, в лягушатнике. Но они оказались в большом бассейне. Мой Максим обычно нырял с маской, но в тот день решил научиться плавать под водой с открытыми глазами. И научился, говорит мама, не без гордости поглядывая на своего сына-героя. Его в школе на линейке за спасение Жени наградили грамотой и шоколадкой. Заплаканная бабушка-малыша подарила Максимке коробку конфет. Но Ирину Акулову заботит другое, почему ЧП, едва не обернувшись от трагедии, пытаются замолчать и в школе, и в администрации города. После того, как эта история получила огласку, следственный отдел Рижа возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, небезопасных для потребителей. Следователи намерены допросить родственников Жени, учителей и школьников, купавшихся в горячем источнике Баден-Баден. Кроме того, судебные медики обследуют малыша, чтобы установить последствия вреда, нанесенного здоровью Жени. Между прочим, кара по этой статье – финальные точки возмездия. До двух лет неволи. В Екатеринбурге на сортировке, поздним вечером, в пайзмах, а уже страшно, под стенами билдинга на Кунарской 36 приключилась ДТП – Дворово-транспортная П. Бухой газелист замолотил четыре мирно запаркованных подорожника – Тойоту, Субару. В этот момент наш постоянный зритель воззапит. А, это по-любому тот самый русский камикадзе, что на московской, на девятке, подкараулил четыре японские тачки, собрал их в паровоз и одним ударом замолол. А после этого удрал. А потом он, походу, пересел на Газель и на Кунарской снова стал проявлять свое япононенавистничество. Но нет, друзья, не торопитесь. На сортире в пьяный газелистский замес попали, помимо двух япошек, еще и две русские машины – «Десятка» и «Семерка». Так что в данном случае речь об истреблении японского автопрома не идет. Очевидцем массового бития беззащитных подорожников стал абориген Максим. Он вечером смотрел в окно, любовался звездами, вдруг внизу началось. Впрочем, Долуя Себятину слушаем первоисточник. Увидел, как Газель начала разворачиваться, долбить стоящие, припаркованные во дворе автомобили. Вышел на улицу, достал водителя из-за руля. В принципе, все вызвал сотрудников КБПД. Пояснял что-то водитель, то есть... Был не трезв в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свое неадекватное поведение не смог. Поведение было вообще неадекватное водителя, когда из-за руля достали. Не знаю там, по чем он что употреблял. Как видно, повреждения от взбунтовавшейся Газели оказались некатастрофичными. У Тойоты вмятина, у Семеры левый глаз поцарапан, у Десятки царапина повдоль борта. Вот автомобиль, ну, больше всех Субару пострадал. На номер не снимаете? Угу. Вот остальные по мелочи, но все равно неприятно, я думаю, вы не снимаете. Плюс еще несколько снесенных стоек ограждения. Вот, собственно, и весь материальный урон от этого дворового переворота. Что-то из цикла, уж если что-то плохое должно было случиться, то пусть хотя бы так. Всего лишь железо. Что касается нажравшегося газелиста, то его, естественно, ожидает лишение и штраф 30 тысяч минимум. А если он на газели трудился профессионально, то, по сути, он лишится работы. А в тяжкую годину кризиса и санкций это геморр. Зато побухал, разговелся. В Екатеринбурге неизвестные вандалы разгромили два десятка надгробных памятников, в том числе, содержавших фрагменты христианской скульптуры. 21 памятник мы посчитали, господа. Вот в основном самые дорогостоящие. А можете показать, какие самые дорогостоящие из каких потерял? Вот здесь лежат, в обороте, самые дорогостоящие. Иисус Богородица. Вот там тоже. Это уже, ну, более, это Карелия. Он более подешатый, но это все ручная работа была. Резко. Акт вандализма был совершен вчера в половине пятого утра вблизи лесного кладбища за поселком Мичуринским. Здесь располагается камнерезная мастерская мужского монастыря в честь святых царственных страстотерпцев. Памятники хранились без всякой ограды, но под наблюдением видеокамер. На съемках видно, как двое неизвестных намеренно роняют тяжелые плиты на дорогу, а те разлетаются на куски. Это 100 тысяч стал. Это 99. Вот Иисус тоже 100. То есть общие все приметы какой? Ну, около 1,5 миллионов. В монастыре с тяжелым сердцем приняли случившееся. Каждый из разбитых памятников был авторской работой, и камнерезы ожидали, что в родительский вторник на следующей неделе им удастся реализовать какие-то из работ. Ведь деньги от продажи памятников идут на строительство монастыря. Потому что деньги от продажи памятников идут на благотворительность, на стройку храмового комплекса, на трапезную звуку. Кто-то крадонится. Страшно. В Екатеринбурге в шестом часу пополудни на Бебелевской эстакаде возле Таганского ряда метущаяся девятка замолотила значительно более тяжелый и бездорожный Ниссан Экстрейл. Втоптала его в отбойник, отскочила, развернулась и спокойно покинула место ДТП. Все, кроме отступления, попало в кадр регистратора. По картинке видно, что пилот девятки очень сильно торопится. Во-первых, он несется значительно быстрее основной массы потока. Во-вторых, скачет из ряда в ряд. Хотя в свете украинских событий глагол «скачет» приобрел какой-то национальный колорит. И вот доскакался. При вывороте с правого ряда влево не справился. Зацепил в левом ряду Ниссан. Вмолотил его в отбойник. Хорошо, что отбойник есть. А ежели бы оба вылетели навстречу, был бы большой замес и еще большая пробка на мосту. Удивительно, но при столкновении с Ниссаном и бетоном, девятка не то что не убилась, а и походу даже не пострадала. Отскочила, как горох от стены, довернулась до нужного направления и понеслась дальше. Поскольку этого ДТП нет в официальных сводках ГАИ, постольку пилот Ниссана тоже обошелся без травм. Ну и на посошок байка из жизни этого моста. Встречаются трое и обсуждают. Вот Молдей в пять часов был на Бевелинском мосту. Ху, я тоже. И я. А че это мы тебя не видели? Я ехал в среднем ряду, я в левом ряду. А я в Таганском. 18-летняя жительница Каменско-Уральского, месяц назад прославившаяся на всю страну тем, что разместила в интернете заказ на убийство своего любовника и была, что называется, взята с поличным, когда оперативники инсценировали похищение заказанного ей мужчины, похоже, взялась за старое. В сети вновь появились объявления, предположительно написанные Уралочкой, в которых она ищет киллера для своего обидчика. Расплачиваться за исполненный заказ девушка намерена приватным способом. Нужен человек, который сможет побить человека. Хорошо так, до больнички, взамен отдамся. Сначала побьете, потом секс. Или вот, кого надо наказать? Накажи обидчика. Кто обидчик? Урод один. Поможешь? Помогу. Вот он. Что нужно сделать? А что сможешь? Напугать, побить, убить? Что нужно, то и могу. Убить сможешь, чтоб не спалиться? Смогу. Ну и так далее. И снова просит наказать обидчика. И скидывает мою ссылку. То есть, ну, наказать. Где-то поясняет побить, где-то поясняет напугать, где-то поясняет убить. Честно говоря, я сначала не поверил. Мы же с ней помирились, общаемся. Как это может быть? Я решил с ней связаться. Вдруг это кто-то из ее недоброжелателей. Решил ей отомстить, как-то ее подставить. Но девочка резко со мной на связь перестала выходить. Артем Коноплев тот самый екатеринбургский предприниматель и общественный деятель, которого полицейским пришлось гримировать, чтобы выдать за избитую жертву. Вся эта история произошла 26 февраля. До этого Артем познакомился с Аней в интернете и дважды, будучи в командировках Каменске-Уральском, с ней встречался. А затем девушка потребовала от него 50 тысяч рублей. Услышав отказ, она стала искать киллера, который бы убил Артема. Когда история получила широкую огласку, Артем, Аня, а также Анин муж, девушка, как выяснилось, не просто несвободная, еще и является молодой матерью, были приглашены на канал «Россия-1», где в ток-шоу «Прямой эфир» девушка обвинила своего недавнего любовника в изнасиловании. Он мне написал, типа, привет, давай познакомимся и так далее. Через несколько дней общения я у этого человека попросила занять мне денежку. 5 тысяч рублей. Он сказал, что сам перевести на карту не сможет, приехал. И позвонил, выходи. Я подъехал. То есть, ну, я вышла, давай сиди в машину, хоть, ну, поздоровимся, там, кому я доверяю деньги свои и так далее. После чего у него там проблемы с картами и так далее, поехали до банкомата. После этого мы не доехали до банкомата. Мы свернули в частный сектор своих домов, где произошло изнасилование, вот этим человеком. После этого он отъехал с меня домой. На этой передаче Аня наговорила еще много всего интересного. И что сделала аборт из-за Артема, и что она не хотела его смерть, а лишь просила привести на разговор, но факты и свидетели, в частности, тот самый киллер, который вызвался выполнить заказ, но вместо этого сообщил о готовщемся преступлении в полицию, говорили об обратном. Что ты хочешь с ним дальше делать? Ты понимаешь, что это уже произошло похищение. Она говорит, его надо убить, чтобы никто ничего не узнал. Съездила в Москву, выступила на передаче, обвинила меня во всех смертных вельхах, получается, в изнасиловании и так далее. После самой же передачи сразу написала мне, попросила прощения за эти слова. Не губи, прости, пойми и так далее. Уследователь научной ставки также все подтвердила, что на передаче все наврала, обманула, никого изнасилования не было и так далее. Я, в принципе, постарался ее понять, простить в какой-то степени. Также это научной ставки все зафиксировали, ну, дальше, в принципе, поддерживали какое-то общение. Артем отсканировал переписку из ВКонтакте, где Аня после съемок в Москве сама же постучалась к нему под именем Дениса. Но якобы на свою страничку она сейчас не может заходить. Девушка вновь начала просить материальной помощи от Артема под предлогом, что муж от нее ушел, ей светит судимость, ребенка могут забрать в детдом. Параллельно девушка стала искать и другие источники доходов. В сети появились ее фотографии с объявлениями о поисках спонсорства. Нет, речь идет не о финансировании каких-то культурных или боготворительных проектов, речь шла конкретно о торговле своим телом. Причем свои услуги интернет Анюта оценивала весьма высоко, 20-30 тысяч рублей в месяц, чтобы она могла снимать квартиру и тратить деньги на ребенка. На переезд в Екатеринбург, предложенный ей потенциальным спонсором, Аня не соглашалась, поскольку находится под подпиской о невыезде. Предлагая себя, девушка выкладывала те же самые фотографии, которые когда-то были на странице ВКонтакте Анны Давыдовой, называвшейся в интернете «Анютой модной» и страница, которая позже была удалена. Я просто сейчас не понимаю уже, что думать. Как? Если бы это ее кто-то подставлял, писал, а это не она, то тогда смысл ей со мной не общаться, снова скрываться. Если это делает она, то я ее вообще не понимаю. Я просто нахожусь в таком хаосе. Человек раз уже попался и снова в ту же лужу. Просто не понимаю, что она творит. Видимо, мне кажется, этот человек сначала делает, потом думает. Ровно полгода с того момента, как учредители собрались, то есть я и Крученков, вообще я хотел закрыть этот фонд. Но граждане нашего города и те люди, которые принимали участие в открытии этого фонда, сказали, что этого делать нельзя. Они убедили меня, в том числе и Юрий Владимирович Крученков, что попробуем оставить этот фонд и наладить новую работу. Сегодня в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, на которой затрагивались актуальнейшие темы, так или иначе, касающиеся вчерашнего и сегодняшнего дня такой легендарной уже структуры, причем не только для Екатеринбурга, как фонд «Город без наркотиков». А значит, касающиеся и мэра Екатеринбурга, и его соратника по фонду, которого на днях буквально приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. С него, с Евгением Маленкина, пожалуй, и начнем с его статуса. Не знаем, как кому, но коллективу телевизионного агентства «Урала», где он состоял внештатным корреспондентом, было предельно четко известно, что статус вице-президента фонда был виртуальным, необходимым в основном для того, чтобы в общении с внешним миром коротко и ясно демонстрировать его реальное положение второго лица в организации. А кем он чистился по бумагам? Для нас этот чисто технический вопрос никогда особо и не вставал. Ну вот на него ответ. Я дал команду бухгалтерам проверить всю документацию, как работал у нас Маленкин. На самом деле нашли, что Маленкин у нас работал. Кем? Не нашли ни одного документа, ни приказа. Нашли только, что он получал зарплату 6 тысяч. С чем-то шли налоговые отчисления. Точка. Я допускаю, что Маленкин был зам директора реабилитационного центра. Общеизвестно, что Андрей Кабанов и Евгений Маленкин искренне верующие православные, воцерковленные люди, можно сказать, братья по вере. И поэтому они не раз очень плотно беседовали по ходу судебного процесса. Во время этих бесед, как рассказывает Андрей, они решили, что Женя должен признать за собой ту часть вины, которую чувствует. И так вроде все шло, но закончилось не так. И апелляцию на вынесенный приговор, 4,5 года лишения свободы, Андрей Кабанов считает ошибкой, которая лишает возможности как попасть под амнистию, так и под условно-досрочное освобождение. А ведь для Женик каждый день по ту сторону реальнейшая угроза жизни. Он мне выразил свое, значит, опасение за свою жизнь. Он говорит, когда меня везут на суд, заключенные пытаются раскачать машину, орут всякие гадости. И я уже не терпи, поэтому он сидит в одиночной камере больше года за опасения за его жизнь. Я переживаю за его судьбу. Я считаю, что нужно сделать все, чтобы он оставался в тюрьме, а не вывозили его. Потому что любая пересылка, этап, это для него смерть и подобное. Я очень переживаю за этого человека. Он мне не безразличен, как человек. Много говорил нынешний президент фонда «Город без наркотиков» и о Евгении Ройзмане, мэрии Екатеринбурга, с которым рука об руку он его поднимал, проходил через разные трубы и воды с огнями. Разногласий и недоразумений между ближайшими когда-то соратниками и друзьями сейчас немало, в том числе и по поводу политической ориентации. Ведь не секрет, что некоторые склонны числить за нынешним нашим градоначальником некую тягу к так называемой «пятой колонии». Но тут Андрей Кабанов в очередной раз блеснул своим нетривиальным ходом мыслей. Я думаю, что он разведчик. И вот он в конце концов, наш великий Родин Гуд скажет, да парни, я же Родину защищал. Все это вот, просто я их выводил на чистую воду, и у него такой иммунитет. И вот у меня почему-то кажется, что наш Свердловский Родин Гуд и Екатеринбургский все-таки отличится и сдаст себе эту банду в каску. Теперь, что касается материи более грубого помола и понятий более приземленных. Как сегодня живет фонд? По каким новым рельсам катится и в какое светлое будущее? Правда, сначала немного о прошлом и неожиданном ретроспективном открытии. Пригласили аудиторов и там просто чуть не сошли с ума. И для меня до сих пор удивление, почему 15 лет не закрыли фонд. Вот первая же проверка любых налоговых, бухгалтерских или каких-то инспекций фонд должны были закрыть. И я тогда понял, что к фонду все относились и правоохранители всегда нормальны. Одно из таких нарушений – это то, что дома в Сарапулке и на Шарташе, за которые коммунальные и прочие платежи вносились от имени фонда, были оформлены как собственность частных лиц. Сейчас они переоформляются, но это далеко не самая значимая подвижка в том, что касается организации реабилитации. Первое, что мы сделали, значит, я уволил директора реабилитационного центра, потому что там творился беспредел. Мы сразу поставили камеры видеонаблюдения круглосуточные, все стало писаться, это наш основной договор с правоохранителями был. Сейчас мы заканчиваем эту систему, вводим пароли, которые будут нам позволять доступа онлайн нам и правоохранителям, в том числе и родителям. В два раза у нас увеличилось количество реабилитантов. Вот и детей повезли, и девочек, и взрослых. Сейчас мы оформляем, переоформляем документы на дом, они были на частных людях. Первый дом на Шарташе, РБКО, 41, и второй дом, Сарапулка, это детский. Также в два раза, по словам Кабанова, увеличилось и число добровольцев-оперативников фонда. Всех желающих, кто к нам хочет прийти помочь по оперативной работе, мы рады видеть. Парни приходят с улицы, здоровенные, красивые, спортивные, и работают. Мы их проверяем. Устроили всех людей, которые работают в реабилитационном центре, на работу. Идут отчисления, налоговые отчисления, платится зарплата. Значит, чётко выплачивается премиальным волонтёром. То есть, привели всё в божеский вид, ну и сейчас выполняем все текущие проблемы. Проблем очень много. Денег, конечно, не хватает. Вот, но мы с этим справимся. Ну и одно из важнейших для нас заявлений приведён на десерт. Ибо касается оно именно той самой стороны работы фонда, которая на протяжении полутора десятков лет была его лицевой стороной. Это операции по поимке барыг и ликвидации всяческих притонов. В новых условиях компьютерной реальности на хитрые ходы всё, что надо, с винтом уже настроено и работает. А главное, устранено препятствие, которое очень сильно тормозило процесс. Снова найдено взаимопонимание. Операции идут, идут операции по притонам. Мы договорились с правоохранителями работать. Кстати, я вам скажу такую удивительную вещь. Все тех, кого мы раньше считали нашими, ну, заклятыми врагами, они все с нами пошли на разговор. И я увидел, что ни один, ни прокурор, ни большое милицейское начальство, ни власть были бы против фонда. Такого нет. Все с нами договорились работать, и я подтверждаю, они с нами работают. Мы столкнулись на низовом уровне, там интересная ситуация получилась, что те участковые, которых к нам прикрепили по всем районам, они, значит, начали поначалу саботировать. Мы спрашиваем, почему они говорят, да не поймёшь, сначала не работай, сейчас работаем. Но сейчас все увидели, что мы работаем. Сегодня во время прямой линии с президентом Путиным молодой уральский кондитер Сергей Партин у парня в Нижнем Тагиле собственная кондитерская посетовал на молодёжь, у которой не то чтобы ветер в голове, но молодые заканчивают школу и даже вуз, и толком не знают, в чём их таланты, и какую пользу они могут принести России. Серёжу интересовало, как на государственном уровне можно решить проблему ранней профориентации. Владимир Владимирович поинтересовался, чем занимается Сергей. Сладостями. Ещё мы учим людей классно готовить, уточнил кондитер. Это самый лучший пример того, что и как нужно делать. Вообще подготовка профессиональных кадров, особенно в сфере производства, является одним из ключевых элементов роста на ближайшее время, потому что само производство усложняется, и, конечно, нам нужны прежде всего высококвалифицированные рабочие кадры. Мы очень много, но очень много работаем по этому направлению с объединениями предпринимателей и с теми, кто представляет малый и средний бизнес, и с теми, кто представляет крупные предприятия. В крупных городах, как Москва, чуть ли не 100% стремится поступать в высшие учебные заведения. Но это тяга к знаниям, кстати говоря, это очень хорошая вещь, но это в том числе говорит о том, что у нас плохо организована вот та самая профориентация еще на школьном уровне, о котором вы сказали. Будем работать вместе с вами. Немало горноуральцев отправили Путину свои вопросы и видеопросьбы. Самые трогательные из них, конечно же, детские. От пятилетней Яны из Ревды. Малышка просит у Путина дом для себя и мамы. Дорогой президент Путин, меня зовут Станкевич Яна, я живу в Ревде. И очень хочу, чтобы у меня был свой домик, а то мы с мамой живем постоянно в чужом. 12-летний Кирилл с рождения видит мир только одним глазом. Но это не мешает школьнику снимать видеосюжеты из жизни поселка Висим. Кирилл пригласил Путина в родной поселок на юбилей. Нас с вами сейчас смотрят миллионы телезрителей и задают себе вопрос, что уже попросит этот мальчик из глухой уральской деревни или на кого он будет жаловаться. Нет, хочу вас пригласить на 300-летие поселка 25 июля. 25 июля. И даже если вы не приедете на это, то хотя бы вы пришлете поздравительную телеграмму на 300-летие поселка. Для меня это будет большая победа. Возможно, в конце июля у президента выпадет свободный денек, чтобы побывать в маленьком уральском поселке, в котором родился известный русский писатель Мамин Сибиряк. И где живет мальчик Кирилл, не расстающийся с видеокамерой. Сегодня губернатор подписал два важных соглашения. Первое с генеральным директором УГМК-холдинга Андреем Казицыным. Один из пунктов договоренности власти и бизнеса – скоростной трамвай из Верхней Пышмы в Екатеринбург. На примере Москвы что-то возбудились, что это деньги в никуда, очень дорого. На самом деле, Евгений Ильич правильно сказал, будет проект, но основа проекта – это скоростной трамвай до Верхней Пышмы от станции метро или на совхозе, или от Зари. Опять же, будем считать, как это возможно и как это наиболее эффективно сделать. Трамвай этот влетит в копеечку. Только затраты на проект оценивается под миллиард. Это большая работа. По нашим оценкам, сам проект обойдется порядка миллиарда рублей, только проект. Примерно так, плюс-минус. А еще понадобится 20 низкопольных трехсекционных вагонов. Естественно, нашей сборки уточнил губернатор на брифинге. Эти вагоны должны быть низкопольные, комфортные, трехсекционные. Самое главное – отечественные. Отечественные, да. Это без сомнения. По условиям второго соглашения, подписанного губернатором с руководителем комбайнового завода «Ростсельмаш», предприятие обязуется до 1 сентября этого года поставить на горноуральщину первые полсотни комбайнов и самоходных косилок по ценам на 10% ниже тех, что прописаны в заводских прайс-листах. 15% не субсидий, а преференцию получает сельхозтоваропроизводитель из федерального бюджета. От 15% до 30% он получит от областного бюджета. И 10% преференцию получит от завода «Ростсельмаш». То есть скидки. Да. То есть это будет все в виде скидки. Таким образом, максимальная преференция может составить 55%. В целом же, как уточнил гендиректор комбайнового завода, Свердловские аграрии получат огромные преференции, приобретая новую сельхозтехнику. Через очень незначительное промежуток времени у нас в программе. Возможно, завтра на Среднем Урале уже будет не так горячо по части погоды, как сегодня. Да и вообще должны зарядить ежедневные дожди. Ну а на Этимбургской улице Токарей коричневой краской щедро разукрасили новый ленд-крузер, принадлежащий местной председательнице ТСЖ. Не знаю почему, но на дорогой иномарке огромными буквами теперь написано «Воровка». Сегодня в пятом часу утра под покровом густой уральской тьмы во дворе дома на Токарей-68 некие недоброжелатели изуродовали коричневой нитрокраской семилетний японский бездорожник породы ленд-крузер, принадлежащий председателю ТСЖ Токарей-68 Елене. На левом крыле крузака ночные граффитисты написали «Воровка», но как будто бы испугавшись голословного обвинения в уголовном преступлении, это слово закрасили. Равно как весь капот и весь левый бок. Для подтверждения серьезности своих намерений они до кучи слегка распаутинили лобовуху. Сама Елена удивилась, дескать, крузак на самом деле не ее, а ее мужа. Зачем было его портить? И пояснила, что она вообще-то в курсе, кто так мог ей отомстить. Это все произошло с 4.06 до 4.27. 4.06 до 4.27? Да. То есть за 20 минут? Да, этого хватило. Ага. То есть люди зашли во вторую калитку, определились с помиром машины, ее разрисовали. А у вас, то есть на видеозаписи где-то рассмотрели? Естественно. Людская месть, которая, в принципе, должна быть наказана. Потому что, как я предполагаю, у меня есть в доме просто группа должников, которая любыми способами не хочет платить. Могу сказать то, что судебные процессы по группе лиц выиграны успешно в ССЖ, взысканы средства, сейчас часть находится в производстве. Я считаю, что это просто очередная месть лица, или группы лиц, которые решили вот таким образом в преддверии собрания, которое у нас будет, не так, так сказать, 28 числа далеко, подготовить жителей нашего квартирного дома и показать вот с этой стороны по проверкам прокуратуры, ГЖИ, которые у меня в 2014 году было пять проверок ГЖИ, прокуратуры, нарушений в деятельности товарища собственников жилья понятна, что Елена написала заяву в ОПП. Сыщики пока проводят следственные мероприятия, изучают ночные съемки с камер наблюдения и, может быть, даже возбудятся уголовным делом по 167 статье «Умышленное повреждение имущества», а это до двух лет зоны в пиковом случае. И напоследок о погоде завтра, возможно, будет чуть прохладнее, чем сегодня, может быть, и не будет, да и вообще синоптики теперь обещают ежедневные дожди. Предпоследняя пятница апреля разделит Свердловскую область на две части. Красно-Уфимск, где 5-7, и все остальное, где от 9 до 13. Эти части, как вы можете заметить, столь же неравные территориальные, сколь и температурно-контрастные. Екатеринбургу на ближайшие пять суток наобещаны осадки из атмосферы, судя по температуре в виде дождя. Утренним гололедом, судя по ночной температуре, это грозить не должно, хотя ночь-воскресенье вызывает все же некоторые опасения. На Большом Урале снова зима образовалась на Обской губе, которая не оттает ни днем, ни тем более ночью. Неожиданно холодно у наших пермских соседей, и также рекордно тепло, как в Екатеринбурге и Тавде, в Челябинске. В Европе Рим в своем сжении вышел на уровень совершеннолетия по версии соседнего княжества Монако, а также Гондураса, Лесота и штата Нью-Йорк. Наши столицы по-прежнему сохраняют самые холодные головы. Плюс шесть в Питере, где Александр Третий 124 года назад велел проложить Транссиб, который электрифицировали 13 лет назад. А плюс восемь в Москве, откуда ЦК КПСС, в этот день 29 лет назад, постановил, что каждая советская семья будет иметь отдельное жилье к моменту, который прошел уже 15 лет назад. Вот и все, ребята. Время нашей программы «К счастье» прошло к концу. Продолжайте нас смотреть, в том числе в интернете, в том числе у нас на сайте shownewstv.ru Пока. Субтитры создавал DimaTorzok